Большого театра вообще по истории ситуация самая лучшая в мире. Ни один театр никогда не сравнится с ним по Блиссити, понимаете? Это единственный театр вообще у нас в стране тогда, который окупался. В Мариинский театр могли прийти в 90-е годы лечь просто, лечь. А в Большой невозможно было купить билет, потому там всегда будет народ. Это еще продается люстра, колонны и так далее. Но мы забываем одну вещь, тогда еще качество было фантастическое. Сейчас, вы понимаете, я меломан и балитоман, я вырос в Большом театре. Мы в ложе, если вы помните, стояли, там пропуска были. Помимо того, что 10 человек сидело в каждой ложе, сейчас в лучшем случае 6, и она еще выкуплена кем-то, она обычно пустая, вас в ложу не впустят. А тогда мы сидели по 3 человека только на этом бордюре, еще человек 7 стояло в каждой ложе. Представляете, 2 тысячи с половиной человек сидит, и еще, наверное, тысяча стоит везде. О чем вы? Сейчас о таком мечтать никто не может. Во-первых, людей не впускают. Балитоманов, меломанов не существует. Никто не может, допустим, я хочу посмотреть все составы Лебединого озера. Это что, на каждый спектакль мне надо покупать по 15 тысяч билет? О чем вы? Кто это будет тратиться-то? Кто такие деньги может заплатить? Огромное количество лож стоит просто пустых, потому что они не продаются, потому что это выкуплено навсегда. У нас было в наше время, вы должны помнить, вот была правительственная ложа, которая называется Сталинская, вот это, и две ложи рядом. Это ложа КГБ. Туда даже вход отдельный, он не из бенуара, а из специальной двери. Но в ложу КГБ часто ходили люди. Там сидело не как обычно, не во всех. А там было по 2 человека. Приходили люди. Но так, чтобы было вот так, вот ты выходишь на сцену, и все пустое, портер... Ну, вот я вам покажу фотографию, у меня есть в телефоне, мне прислали вот сейчас, перед спящей красавицей. Вот уже гаснет свет, и дирижер сейчас войдет. Страшно смотреть. Просто вымерший театр. Это наша ситуация национальная, или это глобальная вообще тенденция? Падение... Искусства? Да. По планке. Она связана с чем, по вашему мнению? Менеджеры пришли к власти везде и сломали институт звезд. Института звезд не существует даже в Голливуде уже. Ого! Вот это заявление. Ну, а что? Раньше были эти огромные корпорации, которые растили эти звезды. Да, они делали из... ну, как бы... И они очень сильно следили за всем, делали карьеры, поблизости и так далее. Сейчас те, кто становится большой звездой, даже в Голливуде, они... Ну... Это очень мало количества людей, не так, как было раньше. Почему, как вы считаете? Невыгодно, платить надо много. Зачем? То есть, в Голливуде сейчас разве не платят много? Смотрите, я вам напоминаю вашу молодость, допустим. Вы пришли в Большой театр, и у нас ЧП, смена состава. Вы первым, вот там, где отрывают вам билетик, там висела табличка. Уведомляли. Уведомляли. Совершенно верно. Вы когда-нибудь видели последние 20 лет это? Ну, уведомляли иногда, что Цискоридзе будет... Нет, Цискоридзе, это значит, вам сразу цену подняли. Вы не путайте, это один человек в этой стране такое может быть. Его нету больше. Это вот так удачно сложилось. Что успех спектакля не ценится по количеству вошедших в зал. Вы посмотрите количество оставшихся, хотя бы после первого акта. Кто пришел? Ну, не рано рассказывать сказку. И, как правило, я предлагал многим вашим коллегам, журналистам, сделать расследование, статистику. Все спектакли, которые объявлялись шедевром и получали золотую маску, давно сняты с репертуара. А доход приносит Лебединое озеро, Спартак, Дон Кихот. Почему-то я не удивлен. Николай, у нас по формату мы финишируем следующим образом. У нас есть карась золотой, дядя Володя. И мы просим нашего гостя озвучить вслух какой-нибудь золотой рыбки. Дядя Володя? Да. Даже не знаю, что пожелать у дяди Володи. Все равно будет мало. Ну, например, что-нибудь. Ты говорил с краем, и ничего у него не выпросил? Да, да. Не знаю. Я, ну, раз надо озвучить, оно явно не сбудется. Но, тем не менее. Но, тем не менее, давайте мы загадаем, чтобы, раз мы говорили об искусстве, чтобы искусство вернулось в храмы искусства. Я присоединяюсь. И огромное, огромное спасибо вам за беседу. Огромное. Вы, как всегда, чудесны. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.